Книга «Открытым оком», 13-й том, тема «Потеряевка». Вопрос 2808. Когда вы сказали, что нужно соблюдать деревенский устав и держать на привязи собак и не допускать их в бродяжничество, а иначе их нужно отстрелять, как и принято почти во всем мире, не обиделись ли некоторые за своих четвероногих питомцев, что вы готовы прибегать к таким строгим мерам? Что говорит Писание о собаках и, глядя на пса, что мы можем духовно представлять себе? Отвечает Игнатий Иванович Латкин. Беспривязные собаки нужны только для пожирания трупов. Третий царств 21-24. Кто умрет у Ахава в городе, того сидят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Когда говорится о нерадивом хозяине, не держащем на привязи вола, то это же можно применить и к псу, который покусает человека. Искус 21-29. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен о съем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его предать смерти. А что же делать с нарушителем, человеком беспечным? В притче 29-19. Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не слушается. Кто нарушает устав, тот давит под себя, чтобы было по его, то есть насаждает беспорядок, ведет к анархии. А это уже преступление, и его нужно остановить. Собака высокоразвитая животная и несет на себе отпечаток своего хозяина. Во многом копирует его. 1 царь 17-43. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкою и с камнями, разве я собака? И сказал Давид, нет, мы хуже собаки. И проклял филистимлянин Давида своими богами. Сирахов 13-22. Какой мир у гиены с собакой, и какой мир у богатого с бедным? Давид опять 17. И сказал ему отец, иди с этим человеком. Живущий же на небесах бог да благоустроит путь ваш, и ангел его да сопутствует вам. И отправились оба, и собака юноши с ними. Собака должна быть в полном подчинении и бояться человека, как своего властелина. Иудеев 11-19. Я поведу тебя через Иудею, доколе не дойдем до Иерусалима. Поставлю среди его седалище твое, и ты погонишь их, как овец, не имеющих пастуха. И пес не пошевелит против тебя языком своим. Это сказано мне по откровению и объявлено мне, и я послана возвестить тебе. Исход 11-7. У всех же сынок Израиля ни на человека ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. В Библии иногда берет непривлекательное качество собак, чтобы зримо показать суть грешника. Притча 26-11. Как пес возвращается на плевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Притча 26-17. Хватает сазауши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую сторону. 2 Петра 2-21-22. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою плевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Блудный увлечен путаной, и ему тут же дается сравнение с псиной. Притча 7-22. Тотчас он пошел за нею, как волк идет на убой, и как пес на цепь, и как олень на выстрел. 2 Петра 2-23-18. Не вноси платы в людницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим. 2 Царств 9-8. И поклонился Мемфиус фейн и сказал, что такое раб твой, что ты призрел на такого мертвого пса, как я. Собака — животное нечистое, и применение цены ее ограничено. 1 Царств 24-15. Против кого вышел Царь Израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом? За одною блохою. Откровение 22-15. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолслужители, и всякие любящие и делающие неправду. Иеремия 15-3. И пошлю на них четыре рода казни, говорит Господь, меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных и дверей полевых, чтобы пожирать и истреблять. Филиппийцам 3-2. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Исход 22-31. И будете у меня людьми святыми, и мясо растерзанного зверем в поле не ешьте, и псам бросайте его. Матфея 7-6. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и обративших мир, и взяли вас. Марка 7-27. Но Иисус сказал ей, дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Филиппийцам 3-31. И ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить в сами стад моих. Давид в молитвах поминает собак и с ними сравнивает своих непримиримых врагов. Псалом 2-3-17. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. 58-17 и 15 стихи. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. 67-24. Чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы, твои, язык свой в крови врагов. 21-21. Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Исайя 56-10 и 11. Стражи их слепы. Все и невежды. Все они немые псы. Не могущие лаять. Бредящие лежа. Любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу. Каждый до последнего на свою корысть. Корысть. Но иногда в сравнении с собаками человек выглядит хуже. Лукан 16-21. И желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали руки его. Не будьте должны никому ничем, советую всем должникам апостол. Довольствоваться малым. Не накупил вещей. Не нужно многое, оказывается, после. Навскидку думаю, кому я задолжал. Чьи вещи путают меня и пеленают. Должники и сраб. И нам того же такого жаль, когда грибут его на эшафот каналием. Стараюсь обходиться тем, что есть. Взаймы не брать. Кукожость до получки. По бедности пусть не на что присесть. И все же быть свободным много лучше. Нас по расписке могут защемить. И вытряхнуть с насиженного места. Кулять побитые бездомные щенки, лишенные доверия и чести. Долги, как знаем, трудно отдавать. Не раз инфляция проценты добавляла. Кредит, помноженный частенько и на два. Взаимодавцу все казалось мало. Любовью к ближним нужно богатеть. И долг любви за одолжение выдать. Усвоить так и поступая впредь. И никого не запятать обидой. Свободным от долгов и в гроб залечь. До общего суда и воскресенья. Там с должником бежавшим будет встреча. На дыбу совесть и поставят к стенке. Не позавидую на всем, мол, экономлю. Квалюсь одеждой. Залатаной в заплатах. Ценю свободу и лобзаю волю. В душе воркует голубок крылатый. Пересмотреть, что выбросить хотел. Долгом испуганным шарахаться успешно. Духовных и телесных больших дел. Счастливым можно быть и пешим. 28 августа 2005 года. Игнатий Лапкин.